Здравствуйте, друзья! Этот прямой эфир посвящен внушениям и убеждениям, которые мешают исцелиться ребенку. Мы сегодня говорим о детской психосоматике. Ага-ха. Сейчас я настраиваю второй эфир в Телеграме, и мы начнем. Присоединяйтесь пока. Да. Поделиться. Ну вот. Где-то более-менее. Так. Инстаграм, Телега. Я вас всех приветствую, друзья. Это эфир, который посвящен тому, как работают внушения, убеждения, на пути, как помеха на пути исцеления от детского симптома, если мы говорим о детской психосоматике. Да, друзья, мы сегодня говорим с вами о детской психосоматике. Когда, как вы знаете, а может быть не знаете, и я не знаю, знаете вы или не знаете, но мама находится настолько в плотном резонансе с ребенком, что эта связь, помимо той самой изначальной квантовой, которую физики определяют как спутанность электронов, ну, это древняя история. Она еще существует такая гормональная, физиологическая, волновая на уровне там альфа-тета-волн, ну, и многое другое. Я об этом рассказываю в курсе, чтобы все слои этой связи вы знали и вы могли ими оперировать. Но сейчас мы поговорим о внушениях и убеждениях, потому что, помимо того, хотя что-то я так быстро начал, что-то я так быстро начал. Уважаемые телеграммцы, у вас есть преимущества, у вас есть пост, в котором вы можете давать обратную связь, во-первых, слышите вы меня или нет. Ну, инстаграм молчит, значит слышит. Телеграмм. Уже началось куда подключаться. Напишите кто-нибудь, добрый человек, напишите в телеге, что меня слышно. Вот. Вы телеграммцы, а инстаграммцы, можете, наверное, не писать, и так слышите. Вот. Сейчас я подождусь, бежусь, и все технические сложности, два экрана, два эфира. Господи, дайте кто-нибудь обратную связь. Я слышно, видно. Да, все отлично. Но мне же это надо. Я же без этого не могу быть, не могу существовать. Первое. Мне вчера подписчица сделала подарок. Вот такая штучка. Вы, наверное, не видите, но это бумажный кораблик. Это бумажный кораблик. Это значок такой, он прикрепляется. Бумажный кораблик, а сверху в качестве флага сердечко. Смотрите. Я сейчас скажу, а вы прислушайтесь к себе. Сначала я такое посмотрел и подумал, думаю, ну это же, вот взять символику этого. Это же бумажный кораблик. Он очень уязвимый. Он, его, любой ветер, любая, любая маленькая ненастья его может вот так вот скинуть, он может там куда-нибудь уплыть, как вот их по весне опускают по лужам, ручьям дети. В нем очень много уязвимости. В этом маленьком бумажном кораблике. Но у него наверху флаг. И этот флаг сердечко, то есть флаг любви. И с этим флагом и с признанием своей уязвимости мы становимся, кстати, по-настоящему неуязвимыми. Потому что это самое, 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 самое фундаментальное, ключевое. И все то, что в общем-то и создает и объединяет этот мир. Поэтому даже если вы маленький бумажный кораблик и чувствуете себя очень уязвимым, то с флагом любви вы неуязвимы. Вот такая вот интересная метафора родилась у меня. Мой мозг обработал это. Я вам сейчас, думайте, просто так рассказываю. Сначала я такой думаю, ну вот, я одену, это же символика уязвимости. И потом я провел некоторую внутреннюю работу, которую я сейчас рассказал вам. Назовем ее, как психологи называют это, рационализация. То есть я взял эти символы и сделал внутри себя такую историю, которая превратила этот подарок, этот кораблик со всей его уязвимостью, сердечком, в что-то, что наполнило меня. Что-то, что придало мне силы и даже изменило мое психоэмоциональное состояние. Вот таким образом я вам сейчас рассказал пример того, как мы, наш мозг, имеет выбор поступить со всей входящей информацией в нашу жизнь. Я просто на своем примере сейчас это привел. И тогда эта информация может превратиться из негативной, например, когда я первый раз увидел, я так и думал, блин, ну это же уязвимость. символ такой уязвимости. Но потом я такой, нет, не беру, но это же еще и надежда. А еще там есть любовь. А еще там есть надежда, когда мы пускаем кораблик, он поплывет в дальние страны. И я взял вот эту часть и переупаковал эмоционально в себя. Это вот так. То есть, я вам показываю, что у нас всегда есть выбор. Выбор поступить с любой входящей информацией и уместить ее внутрь себя так, чтобы она стала, скажем так, чтобы она стала нашим ресурсом, нашей опорой. Дело в том, что да, висит стадо, не знаю. Ну вот скажите мне, если она висит. Любая информация, у нас есть выбор. Но мы в большинстве своем, и эта тема уже сегодня, я подвожу к теме сегодняшнего нашего эфира, но мы в большинстве своем, я бы сказал, в подавляющем большинстве своем население планеты, я даже так обобщу, не знают, что, не понимают, не знают, не имеют этого навыка, не имеют осознания возможностей и способа выбора, как переделывать любую входящую информацию в что-то, что будет твоим ресурсом, то есть будет помогать, менять твое состояние, соответственно, менять мотивы выборов, менять результаты, достигнутые результаты, действия и так далее. То есть это такая вот тонкая работа, которую большинство не умеет, не понимает, как делать, и этот путь нужно проходить. И сегодня, говоря о внушениях и убеждениях, которые мешают мамам исцелить своего ребенка, я как раз-таки говорю о том, что они не научились, они, такие мамы используют разного рода информацию, которая в них вошла, но они не смогли с ней ничего сделать, и она продолжает работать против них, ну и, соответственно, мешая ребенку исцелиться. То есть они не умеют делать с этой информацией то же самое, что, например, я на примере провел, как я сейчас привел вам пример того, как я трансформировал вчера там смыслы вот этой маленькой штучки, которую я делал, чтобы вам показать. Кстати, еще раз, я остановился на том, что хотел сказать, что телеграммцы имеют преимущество, потому что в телеграмме ответы на вопросы, которые вы будете задавать в специальном посте, специальном посте для этого я всегда там отвечаю словами, ну, то есть словами, голосом. То есть я комментирую, поэтому у вас есть такое преимущество, я отвечаю на ваши вопросы обязательно, обязательно, скажем так, подпишитесь в телегу, ну, если вам интересно, зададите свой вопрос там, если я его не отвечу здесь, в этой теме. Ну что ж, поехали. Дело в том, что, когда мы говорим о детском симптоме, да и вообще о любом симптоме, может быть, он взрослый, может быть, он детский, в данном случае я говорю о детском, потому что у нас завтра закрывается набор на курс по детской психосоматике, и у вас еще есть возможность в этот поезд заскочить, вот, я думаю, что вы не случайно здесь. Так вот, любой симптом, как вы многие знаете, а может быть, кто-то не знает, не все, возникает из-за некоего конфликта, который за ним стоит. То есть, вот этот конфликт, который, конфликт имеется в виду некая проблема, там, системная или семейная, родовая, или драма, или травма, произошедшая в жизни человека, которая зафиксировалась в нем, то есть, он ее продолжает показывать миру, показывать себе, сам ли, или через своих детей, через симптомы своих детей, он показывает это. Вот это вот. Это травма. То есть, фишка в чем? Наше подсознание, или тот же самый автоматический мозг, тот, который управляет обменом веществ, он берет эту штуку, сжимает вот так вот в кулак, и говорит, я тебе, хозяин, не разожму ее. Вот пока там, ты меня не убедишь, пока я не убежусь, что должно быть как-то иначе, а не вот так, я туда тебя не пущу. Будешь жить вот так. Ну, и, соответственно, ты будешь жить симптомами, если мы говорим о детской психосоматике, твой ребенок будет нести в себе вот этот след. Это то, как возникает психосоматика, да, только возникает болезнь, симптом, но, как вы сейчас поняли, бессознательное говорит, я тебя туда не пущу. Оно не пускает вас туда, потому что, долго объяснять не буду, так работает, ну, просто словно рефлекс, так работает, и все. Я как бы это подробно объясняю на курсе, но сейчас просто не буду. Задача, ну, ибо, ибо, ибо давайте вот так скажу. Эволюция сказала, а кто ты такой, чтобы лезть в мои настройки? Ну, кто ты такой? Ты мне покажи, что ты можешь, ну, если обращаться к маме, кто ты такая? Ты мне докажи, что если ты чего-то хочешь, что это нас не угробит нахрен. Мама такая, ну, я хочу, чтобы мы вот от этого избавились. Эволюция говорит, я не знаю, что ты там хочешь. Ты сегодня один, ты сегодня в интернете один сайт почитал, завтра другой почитал. Что ты там хочешь, я не знаю, оставляем пока вот так, потому что вот из-за этого мы как минимум выживаем, и вы размножаетесь. А что ты там хочешь, я не знаю. Вот эволюция, она действует под этой схеме иерархии. То есть она не даст вам туда залезть. Все. Это как образуется симптом. А теперь внимание. Это, скажем так, это сам конфликт, который образовал этот симптом. Но у этого конфликта есть слуги. Слуги. И эти слуги, их много. Они тоже делают так, чтобы вы сюда не пробрались. Этих слуг может быть много, может быть немного. Это те самые внушения, убеждения, ну и триггеры, треки, назовем их так, якоря, как говорят в НЛП там, то есть это те условные рефлексы, как говорит Павлов, которые работают автоматически и заставляют возвращаться симптом. То есть я это объединю. Вот этот рефлекторная природа, внушение и убеждение там, да. Ну, добавим еще слово, некий опыт, мое самовнушение. Связанное с опытом. Я сейчас расскажу, что это такое. Вот они, смотрите, я, вот здесь причина, тот самый кулак, здесь посередине симптом, который был вызван. Эта штука сама вызывает симптомы, а эти штуки еще помогают этот симптом сохранить. Сейчас я, когда расскажу, как это устроено, вы, надеюсь, поймете и увидите, почему, ну, вот они являются слугами и сохраняют этот симптом. На данном этапе, на данном этапе этого эфира я хочу, чтобы вы запомнили первый важный тезис. Первый важный тезис, который я сейчас сказал. Бессознательное будет сохранять и бороться за сохранение любого рефлекторного опыта, любого внушения, любого убеждения, каким бы оно ни было. Более того, скажу, каким бы странным, бредовым, абсурдным оно ни было, ваше бессознательное просто будет его охранять, потому что оно опирается не на смысл, правильно это, логично, целесообразно, оно опирается на абсолютно другие вещи, ну, как минимум, вот на тот критерий, который я назвал, эволюция говорит, слушай, ну, если это есть, пускай это будет, либо на угрозу, которая там стоит, если вы захотите менять и бессознательность сталкивается с угрозой, я не выживу, если хозяйка или хозяин это сделает, поэтому, поэтому менять я тебе это не дам. Я хочу, чтобы вы это запомнили, это очень важная вещь, поэтому, когда вы хотите избавить ребенка своего от симптома, мы говорим о детской психосоматике сегодня, вы должны, мамы, скажем так, забраться в настройки, забраться в настройки свои и, ну, во-первых, понять, как это делается, забраться в эти настройки и убедить автоматическую систему, что все нормально, вы выживете, все хорошо, ничего страшного, страшнее уже не случится, вот это надо уметь делать. Я сейчас вам, знаете, приведу аналогию, вот представьте, что вы выходите и садитесь в свою машину за руль, вы завели, она завелась, двигатель за работу, вы ногами дотронулись до педали, ну, если там свет, включили свет, там ручка передачи, руль взялись, все, и вы уже готовы поехать. Все, по большому счету, очень просто. Но, если вы хотите, например, исцелить своего ребенка от какой-то болезни, если мы говорим о детской психосоматике, то вы садитесь не в машину, а вы заходите. Садитесь и вдруг понимаете, что вы находитесь в кабине, ну, в зависимости от симптома, либо легкого, легкомоторного самолета, либо Боинга, в зависимости от симптома, где куча рычажков, переключателей, разных штук, и это все, если вы хотите взлететь, вам просто придется найти смыслы каждой этой кнопочки, каждого этого рычажка. Это просто, это, скажем так, я сейчас вам эту аналогию привожу, чтобы вы поняли, что вот эти кнопочки, рычажки, это все те, могут быть, внушения, убеждения, и записи, которые, сопротивление тоже отсюда складывается, которые вам нужно будет для себя раскрыть, разгадать, понять, чтобы они у вас были записаны, и тогда, нажав, 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 в отличие от того, что вы просто сели, завели, поехали, нажав, 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 вы взлетите, вы обязательно взлетите. Если вы поставили себе этой целью, вы обязательно взлетите. Есть вопрос, кто-то побыстрее, кто-то помедленнее, кто-то скажет, все, я не буду взлетать, есть и такие, но самолет стоит и ждет, когда на нем взлетят. Вот эти все кнопочки, я сейчас использую эту аналогию, вот эти все кнопочки, это те самые внушения, убеждения, которые ей мешают. Ладно, давайте к конкретике, чтобы было вам понятно. Значит, мы состоим из внушений, и убеждений, Антонов. Господи, иногда мы преувеличиваем размеры самолета. Нам кажется, что Антонов в действительности это небольшой кукурузник. И это мамина тревога, она имеет свойство это преувеличивать. Не верьте ей сходу. Мы состоим из внушений, убеждений. К сожалению, наша психика так структурирована. 90% нашего вот вашего, моего и вообще общечеловеческого мозга состоит из автоматических программ. Внушения, убеждения и те же самые словные рефлексы. Это автоматические программы, которые, их много такие, которые, минуя ваше сознание, минуя ваш выбор, должны запускаться автоматически. Прикиньте, на 90%, ну 80-90% мы из этого состоим. Именно поэтому существуют, именно поэтому существуют на планете Земля такие феномены, как, такие феномены, как, господи, как она называется, там, пропаганда, там, именно поэтому существуют на планете Земля такие феномены, как, скажем так, это, медиа, public relations, господи, как они, общественное мнение, вот, и так далее, так далее, так далее. То есть, в действительности мир давно уже понимает, как устроена природа человечества, и эти, и от того, какие у нас внушения, зависит то, как мы оцениваем мир и какие решения принимаем. Я сейчас привел пример такой, чтобы вы поняли, что мы в общем из этого состоим. Это не является частной проблемой мам в детской психосоматике, да, но это часто является проблемой, которая в детской психосоматике мешает. Смотрите, три, я вам сейчас опишу, три сценария, как внушение убеждения возникает и как мешает. Три сценария. Первый сценарий. Значит, представьте, что, как я сказал в самом начале, я надеюсь, что вы сначала смотрите, представьте, что есть та причина, которая вызвала симптом. Вот причина, которую вы будете искать, вы ее будете прорабатывать, и она вызвала симптом. Вот, например, мама столкнулась с каким-то проявлением у ребенка. Вот, например, живет себе мама. Она не знает, что причиной астмы является жесткий спор и какая-то территориальная дележка, часто в виде споров, ссор внутри семейной системы. Она это не знает, потому что не сталкивалась с психосоматикой. И вот, у нее когда-то стартанул ребенка симптом. Ребенок вдруг посреди ночи, как часто бывает, случился у него какой-нибудь бронхоспазм, который ее, естественно, напугал. Приехали врачи, сказали там чего-то там, вот, напугали, и так далее, и так далее. До врачей еще дойдем. И вот теперь мама, испуганная симптомом, имеет ряд внушений, ряд представлений, ряд ожиданий, и в результате у нее возникает попытка, она не смотрит в причину, она не смотрит в причину, потому что она пока еще не умеет думать в этой парадигме. Но здесь у нее, с этой стороны симптома, у нее возникает уже ряд пугалок. А что мы ели, например? У нее возникает, ах, не была ли открыта форточка там, я не знаю, не аллергическая ли природа это? Ряд пугалок, ряд внушений врачей о том, что ждите, возможно будет пневмония, например, там есть что-нибудь еще. И ряд, появляется ряд ритуалов и попытка контролировать эту штуку. В результате у нее появляется несколько убеждений, внушений и убеждений, внушений и скажем так, ритуалов, да, наверное так, которые должны попытаться помочь ей справиться с шоком, в котором она оказалась. То есть, возник симптом и как результат наш мозг, он начинает вытворять разные финты, он начинает придумывать, что, что, что я могу сделать или что я сделал или сделала, что могло привести к симптому. Не зная вот этой парадигмы, это порождает ряд внушений. В чем ловушка? Это первый сценарий. В чем ловушка? Дело в том, что в этот момент мама через эти внушения и эти ритуалы фиксирует ту самую эмоциональную память, эмоциональную цепочку, которая была связана у нее с этим симптомом. Все эти ритуалы с этого момента, они являются условием в ее голове. Если я буду это делать, если я буду это соблюдать, если я буду вот это пить, то тогда я не допущу вот этого симптома. Все. Ларчик закрылся, в результате у мамы появляется набор ритуалов, которые должны помочь справиться с симптомом. Но подлость заключается в том, что эмоция страха, которая связалась теперь, это условно-рефлекторная память, простая, она теперь связалась со всей этой схемой. Она будет поддерживать этот же сам симптом. То есть, она будет постоянно... То есть, маме, возьми и скажи, слушай, по-моему, у вас просто была ссора. Просто у вас была дележка. Возможно, у вас с самого начала с мужем были проблемы в отношении рожать-не рожать. Кто-то хотел, ребенок несет половину нежелания папы и желания мамы. Уже первый территориальный спор, например, который возник за этого ребенка. И что-нибудь в фазе программирования есть, и все. И казалось бы, займись вот этим, успокойся, и больше не будет у тебя никаких бронхоспазмов, потому что ты будешь зреть в коре. Нет. Как она скажет? Она такая, да-да, конечно, я поняла, конечно, я поняла, как это работает, все точно, точно, это все было, 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 да. Вот. Но это я, пожалуй, пока убирать, ничего тут менять, трогать не буду. Ритуал перед сном проверить, значит, подышать вот это, перед сном, вот это, ну, это я пока убирать не буду. А почему? Ну, ну, просто потому, что не буду. Все. Просто потому, что не буду, потому, что есть связь. Вот эта связь теперь поддерживает. И вот эти слуги, которые служат теперь симптому, они будут мешать маме избавиться от симптомов. То есть, вот эта простая находка, объяснение, почему, уже не просто так не сработает, потому что есть дополнительные слуги, которые защищают. И это очень сильно глубоко прописывается. Это реактивная природа. То есть, когда мама, в аллергиях это, например, в аллергиях это большая проблема. Мы с этим работаем, в аллергиях. Вот я привел пример каких-то таких, такой пример, бронхоспазм. Да, те симптомы, которые шокируют и которые вызывают, ну, какое-то реагирование и попытку что-то с этим сделать. Побежите ли вы в этот момент к врачу, вам врач скажет, ну, да, понятно, красное ели, да, там, и все, и с этого момента, вы сами понимаете, красное в холодильнике исчезнет. И теперь, каждый раз, где бы вы ни были, просто пришли в гости, счастливый, довольный, раз на стол, на столе красное стоит. И вся цепочка, связанная с симптомом, ожила. И теперь, для вашего тела, вы в гостях, а для вашего автоматического мозга, вы там. симптом, в тот день, когда возник симптом, биологическая память, условно-рефлекторная, она проста. гормонально, эмоционально, вы там, а не в гостях. Вот и все. Поэтому, прорабатывая вот эти все, вот этих всех охранников, вы, это делается очень просто, в действительности. Ну, как очень просто? Ну, так надо иметь, как бы сказать-то, ну, волю надо иметь, и хитрости некоторые. Мы с вами что-то попробуем, подергаем сегодня, не переживайте. Вторая, вторая схема, значит, когда, первая, это реактивная природа, убеждения, внушений. Вторая, вторая модель, как появляется внушение убеждения, это модель, когда они появляются уже у детей, если дети взросленькие. Я некоторое время назад записывал даже видео, когда дети, например, для курса аллергии, с практикой, когда дети отказываются принимать парадигму, парадигму психосоматической природы, даже, давайте заменим слово психосоматической, когда дети отказываются принимать условно-рефлекторную, психосоматическую природу, скажем так, обучение иммунной системы в аллергии. И как тогда делать? Потому что, когда ребенок получил некий опыт в детстве, ко мне приходит, например, мама с детьми, и мама там хочет справиться с каким-то симптомом, да, рассказывает мне, рассказывает про этот симптом, я поворачиваюсь к ребенку, которому там 5 лет, и спрашиваю, слушай, а у тебя эта штука почему? А он говорит, а потому что, сейчас вспомню, а потому что, господи, по-моему, гипоксия, она сказала, а потому что гипоксия, ребенок в 5 лет уже знает гипоксия, потому что маме врач сказал гипоксия, и она, соответственно, была гипоксия, врач сказал, что гипоксия, и вот этот вот симптом, там, траля-ля-ля-ля-ля. То есть, напоминаю, гипоксия может быть причиной симптома, а может вообще не быть, она не является обязательным условием, специфическим условием для появления, но, как палочка-выручалочка, для объяснения огромного количества симптомов, она работает надежно, и, к сожалению, например, от этой палочки-вручалочки очень многие с трудом отказываются, но, когда этот ларчик закрывается, гипоксия, сразу становится так спокойно и понятно, все, понятно, почему это, гипоксия, потом попробуй это забери, это внушение, но я пример приведу, ребенок, я рассказываю вам, когда ребенок знает, откуда берет ребенок, ребенок берет от родителей, откуда берут родителей, откуда только не берут, например, в данном случае от врачей, могут взять из интернета, например, классические истории из интернета, да, когда, да не только из интернета, вот недавно у меня была история, клиентка с зубами у ребенка приходила, зубы чернели, там все, там нарушалась эмаль, вот, и эта женщина очень сильно контролировала, это не единственная история, вот такая, внимание, не единственная история, эта женщина очень сильно контролировала сладкой, сладкой было угрозой, Она имела внушение, сладкое, опасное для зубов И ровно в тот момент, когда она рискнула от этого убеждения Скажем так, рискнула его отпустить Произошла какая-то магия Какая, как это работает, непонятно Произошла магия, в которой Секундочку Да, произошла магия, в которой Зубы просто восстановились Потому что Когда Ловушка такая Ну и ребенок, соответственно, вместе с мамой тоже Все это знал, он боялся, естественно Это не единственная история, не единичная С этим сладким, блин Это не значит, что ешьте сладкие без разбора Да нет, это значит, что Убеждение, внушение Запечатывается с помощью эмоций Я пытаюсь вам сказать сейчас Что не важно, какой из них Какой из них, по какой схеме оно осталось в вашей жизни А клей, с помощью которого запечатывается убеждение Это эмоция Вот она связывается с самим симптомом и с его изначальной причиной Она охраняет И бороться надо не столько с самим содержанием этого убеждения Это туфта Бороться надо с тем клеем эмоциональным Которое держит это внушение Классический Ну, сейчас закончу с зубами Так вот, получается, что Контроль и страх Что он будет что-то есть Что ему нельзя есть Это ее проблема С ее притязанием в этом мире Но она свою проблему К нему принесла через сладкое И тогда ребенка зубы чернеют Не от сахара там и сладкое Которое она контролирует А его зубы чернеют от того Что мама каждый раз, когда смотрит на сладкое Она возвращается к своему конфликту К своей проблеме Которую ей надо прорабатывать Но вот это она не видит Потому что ее право Ее притязание на этот мир Ее право и притязание на то Чтобы в этом мире что-то брать, есть Спрятанный Она этого не видит А видит сладкое Она бьется со сладким Чтобы он не ел сладкое В то время как ей надо взять и сказать Да я имею право на притязание в этом мире И вот так с помощью этого Убеждения, внушения Она сохраняет связь со своим симптомом Вот, это второй пример Ну, там, когда дети уже являются Носителями этого убеждения И там, когда постарше Они просто расскажут, чего им рассказывали Вот, очень многие говорят Да, вот этими детскими Детскими голосами Рассказывают вот эти все Про, там, ну, вот эти Одень шапку Там Значит, про шарфы Которые, голоса Которые постоянно над ними повторяли родители Объясняя, что тебе надо бояться вот этого Тебе надо бояться вот этого Надо бояться вот этого Вместо того, чтобы Ты можешь не бояться А я боюсь Я боюсь, но ты можешь не бояться, а выбрать Я боюсь, а ты можешь не бояться, а выбрать Например, да Как модель Ну, и третий Третий слой Как формируются Внушения, убеждения Это, конечно же И там, классический Например, медицинский пример Я уже как-то косвенно его превратил Вообще, медицинские внушения Они самые крутые Они самые крутые Потому что они бьют В самое, скажем так В самые два уязвимых места Первое Ну, например Я вам сейчас приведу пример С медицинскими внушениями Такими Вот Первое Значит, медицинское внушение Когда вы попадаете к врачу Например Кстати, вот вспомнил Эту самую пневмонию Ну, и когда-то я рассказывал Был бронхоспазм у моего сына И я заранее уже знал Все те слова Те, скажем так Что могут сказать врачи в этом случае Я знал об этом Молчал Они пришли Сказали эти слова Я сказал Хорошо Я знал эти слова Например, про это Да Про тот же самый Про ту же самую пневмонию Который сразу после бронхоспазма Должна развиваться Пневмония должна развиваться Потому что Во время бронхоспазма Родители оба проживают Жуткий страх смерти ребенка Жуткий Если они к этому не готовы Если они не понимают Что это просто бронхоспазм Да То И его механика То они, конечно же, это получат Конечно же, ничего не было Потому что я все объяснил жене И Сам это все знал Но В данном случае Медицинское внушение Работает следующим образом Во-первых, врач В ситуации вашей уязвимости Уязвимости вашего ребенка Обязательно Сто процентов Становится Человеком Которого мозг Ваш мозг Распознает Зоной Зоной мозга Которая отвечает За взаимодействие С авторитетом То есть с вашими родителями Каждое слово Сказанное врачом В этот момент Это слово Родители ребенку Ребенок может Плакать Хныкать Не хотеть Но будет Но для него это закон Даже подросток Будет Бунтовать Но бунтовать Будет лишь только потому Что не имеет Права Ослушаться Внутри Он будет Внешне Бунтовать Подросток Но внутри Он бунтует Против того С чем справиться Не может Зачем бунтовать Против того С чем ты можешь справиться Без проблем Да Да Нет Просто Мы Многие люди Всю жизнь Бунтуют Против посланий Родителей И вот Эта сила Врача Попадает В эту зону мозга Зону авторитета Слово сказано Это первое А второе Когда врач говорит О том Что если Если вы хотите Ну в кавычках Жить Делайте вот это Это вторая Второй Камень Первая Это вот Авторитетная зона Вторая Это угроза Жизни Смерти Это то Что делает Внушение Врачей Запечатанными Просто Вот Просто Вот так Вот Приведу пример Значит Одна из участниц Одного из потоков По По Аллергиям У нее Жуткая история Была с ребенком Он настолько Весь был покрыт Корками Чесался Там Ну там жесть Просто полная Была И Она Ничего не могла С этим делать Просто ребенок Не жила Все время Там С него кожа Слезала Он чесался Вот И Отчаяние Полное Конечно И врачи Все врачи Там Страны Которые самых Она лучших Нашла Все говорили Одно и то же В конце концов А Мы беспомощны Б Похоже Что у вас Только Одно Одно решение Во-первых Ваша ситуация На всю жизнь Во-вторых Вам нужно Делать порт Чтобы через него Постоянно Не колоть А через него Постоянно Вливать гормоны Вот такое внушение Она раз за разом Повторяла Получала От врачей Там Ее отзыв 100% Есть где-то На каком-то Из курсов Значит Она стиснула зубы И сказала Ни хрена Ни хрена Взяла И сказала Ни хрена Взяла И приняла Эти принципы Убеждений Внушений И эти принципы Не просто Скажем так Но и вообще Работа с симптомом И в результате Ребенка Чистая кожа Все замечательно Она весь этот путь Прошла Смогла Вот это вот Сильнейший Сильнейший Приговор Который ей Раз за разом Повторяли И давали Говорили Так Где там Одни сломаются То Она Соответственно Взяла Не знаю Как говорят Закусить у дела И поперла Вперед Вот Ладно Это Все убеждения Которые мамы берут От врачей От подруг Очень много Вы даже не представляете Сколько от друзей От подруг В детстве От друзей Мы этих внушений Убеждений Получили Из интернета Из разных Значит Из разных Инстаграм и телеграм Каналов Вот И Там Значит Ну откуда еще Везде От любых авторитетов Любых врачей Так далее Так далее Так далее То есть этих убеждений Полно Я когда Проводил курс На это На Как раз таки По аллергиям Я прикалывался И говорил Давайте начнем Ну Расшатывал убеждения В разную сторону Чтобы люди видели Что Главный секрет Всех убеждений И внушений Заключается Еще раз повторю Возможно Вы не услышали И потом мы перейдем К маленькой практике Значит Я хочу еще раз Сказать вам Внимание Вашему Мозгу Вы пытаетесь Исцелить ребенка У вас есть Какие-то наборы Убеждений Может быть даже Ритуалов Может быть опасений Которые нужно Учитывать Выполнять Следить за которыми А вашему мозгу Автоматическому Вообще Плевать Что Это Такое Какое там Содержание Мочей ли вы будете Их поить Тертыми лягушками Вы будете Их поить Или банки Ставить постоянно С утра До вечера На спину Автоматическому Мозгу Вообще Пофигу Содержание Этого убеждения Это Не важно Что вам Врач сказал Важна Та эмоция Которая Запечатана Она Она его Охраняет А убеждение Может быть Любое Я Правда Всегда Пример Привожу Вот Приходят Там Двое Например Одна Говорит Да Выпейте Этой Урины Да Вторая Говорит Задурели Да Нам Помогает Всем Ну Вы Че А нам Не Помогает И Здесь Никто Из них Не Прав Потому Что Главное То Как Ты Веришь Часто Вере Чтобы Случилась Вера Помните Исцеление Наступит Тогда Когда У вас Есть Вера Вот Этой Вере Мешает Как раз Таки Какое То Из ваших Внушений Убеждений Либо Трек Триггеров Вот Как раз Практика Закрывайте Глаза Закрывайте Закрывайте Глаза Я хочу Чтобы вы Сейчас Представили Как вы Находитесь Знаете Просто Вот Может быть Какой-то Стадион Просто Стадион И вы Посреди Не стоите Никого Нет Пустой Стадион Зеленая Трава Пустое Пространство Или где-то В поле Может быть Стоите Там Я не знаю Или где-то В большом Пустом Пространстве Вокруг Там Небо Облака Тра-ля-ля-ля-ля-ля И вот Вы стоите Можете Обернуться Посмотреть Впереди Вас Стоит Такое Знаете Небольшой Столик Такой Небольшой Столик А А на нем Посередине Просто Красивое Яблоко Красное Или зеленое Там Сами решите Красивое Яблоко На расстоянии Метров Десяти Пятнадцати От вас Вот прям Рядышком Все И никого Нет Вокруг Сейчас Посмотрите На это Яблоко И вот Как только Вы Подойдете К этому Яблоку Укусите Его А Сразу же Ваш ребенок Исцелится Но сейчас Не торопитесь Подождите Постойте Посмотрите Пожалуйста Вот Ничего Пустое Пространство Ничего Послушайте Неизвест Неизвестно Который Который Я сейчас Вам Предложил Как Вы Его Прожили Как Вы Пошли К этому Яблоку И пошли Ли Потому что Кто-то Кто-то Из вас Может Сразу Ощутить Что Вот Оно Яблоко И Какое-то И внутри Сразу Какая-то Такая Знаете Да это Чушь Какая-то А не Практика Какая-то Знаете И Вот И Че И Че И Вот Вместо Слов Вот это Вот Вместо Того Чтобы Пойти У вас Уже Есть Какое-то Препятствие Кто-то Кто-то Несмело Пошел Вслушиваясь В чем Подвох Слушиваясь В чем Подвох А подвох Внутри Все Так Просто Что-ли А кто-то Вот Пишет Я Окаменела Конечно А кто-то Добежал Бросился Съел Это Яблоко Вот так Вот Целиком А потом Встал И в голове Мысль Да Это 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 Только Практика Так Не Бывает Это Фигня Я Обесценил Уже Результат А кто-то Кто-то Испугался А вдруг Там И так далее 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 Кто-то боится У кого-то апатия Кто-то окаменел Ну так что Послушайте Вот Я вам привел Пример Пустое пространство И вы можете В этом На этом пути Столкнуться Только с той Записью Которая есть Внутри вас Ну так как Я сейчас Не могу с вами Говорить Стрела Прилетела В яблоко Только при осознании Уже выбросило Яблоко Со злостью Ага Интересные вещи Мысль А вдруг Отравление А вдруг Отравленное Господи Боже А вдруг Стрела Отравленная Смотрите Самое ценное Вот это Вот этот Мини Мини диагностику Я прошу вас Отнестись к ней Сейчас очень серьезно Пустое пространство Ничего не мешает Есть символ Я сказал Значение этого символа Съесть яблоко Исцелиться Ваш мозг Ровно Помните Самое начало эфира Ваш мозг Будет охранять Симптом Чтобы вы Не исцелились И то Как вы сейчас Двигались К этому яблоку Посмотрите Внимательно В свои чувства За этими чувствами Стоит какая-то мысль И вот эта мысль Является Либо прямым Внушением Либо отголоском Который дает намек На наличие у меня Какого-то внушения Или сопротивления Побиялась И быстро съела Надеясь На чудо Хорошо Хорошо Отследите Пожалуйста Потому что Могут быть Какие-то оттенки Которые вам Намекнут На том В разном стиле Еще раз говорю Кто-то боится Кто-то Кому-то нельзя Кто-то Обесценит Обесценит До или Обесценит После У кого-то апатия Включится Кто-то начнет Скажем так Бояться По-разному Отследите Это очень интересно Таким образом Вы вскрываете Те штучки Которые могут Просто Охранять Казалось бы Прямой путь Прямой путь Вот тебе Конфликт Который породил Твою проблему Вот с ним работай Но убеждения И внушения Охранники Будут Забирать Ваше внимание На всех слоях Которые я показал Для того Чтобы вы Не имеете права Игнорировать И каждую из них Если это Боинг Каждую из этих кнопочек Надо найти Разобраться Что она знает Нажать И услышать Как Загудели турбины И самолет Начал Двигаться Двигаться Начал Чувствуете Вибрацию Жан слышала И выпрямилась А разрешено А разрешено ли здоровье Вот кто-то Интересно Но смогла Только один раз Укусить Но не съесть Я прошу Вас Еще раз повторю Тщательнейшим образом Внимательно Проанализировать В этом Каждое Каждое движение Каждый шаг И задать себе вопрос Почему так Почему так Таким образом Вы как минимум Что-то там извлечете Какое-то Ограничение Которое Вам Мешает Которое вам мешает Которое охраняет Прямой путь К исцелению Я поняла Что мне нужно на курс Завтра Крайний день Для заявок Друзья Я поменяю Ой Напоминаю Яблоко Символ коммуникации Для подсознания Яблоко Для подсознания Несет символ Запретного плода Яблоко Несет Желанного Символ А не коммуникации Может быть Деток коммуникации Но Это то Чего мы очень хотим Неужели от меня требуется Всего лишь пробежать Так легко Бегу И полетела стрелой А мысль Неужели от меня требуется Всего лишь бежать Диалог Вот этот Внутри Говорит о том Что там есть Какая-то такая Условие Вот это условие Виктория Посмотри на это условие Ведь оно же там очевидно Идем дальше Я сейчас вам назову Типичные Общие внушения Есть очень много частных Внушений Убеждений Которые Скажем так Сотканы Из частных Ритуалов Частных Представлений Например Убеждение Что вот У меня ребенок Только с этой Химией Вот если мы дома Только этой химией То тогда все будут здоровы Ну там например Я беру сейчас Всякий бред Там Вот у нас головная боль Только если листья пожелтели Во дворе Там может начаться Ну то есть Частные Их очень много Я сейчас какие-то Очень общие Зачитаю Чтобы вы Услышали И узнали Может быть То Что может быть У вас Все это чушь Это классическая Обесценивание Дело в том Что вот Кто с яблоком Мог столкнуться В ответ На мои слова На мое предложение Сделать эту практику Или после того Как сделали эту практику Съели яблоко Такие И выходить из практики Но Увы Это всего лишь Практика Вот это обесценивание В чем подлость Дело в том Что Все то Что мы обесцениваем Мозг не дает Энергию на это Увы Он отключает Функцию надпочечников К тем целям Которые вы Обесценили Наложили печать Невозможность Это нужно Прорабатывать И там часто Есть тема веры Ну а вера Это еще одно убеждение Например Если мы говорим О курсе Я не верю В результат Конечно же Если я не верю В результат То это значит Что я верю Во что-то другое Не может быть Что я не верю В результат Я не верю В свои возможности Значит Сто процентов Свято место Пусто не бывает Сто процентов Там есть Что-то Во что я верю Сто процентов Я вам напоминаю Не Не девяносто Не девяносто пять Сто процентов Вам нужно Заменить будет Одно на другое Вы просто Второго Пока не верите И не назвали Себе Это честно Я вам предлагаю Когда Я говорю о внушениях И убеждениях Я вам третий раз повторяю Вашему мозгу Плевать на их содержание Верите ли вы В Деву Марию Используйте Деву Марию Верите вы Тертых лягушек Используйте Тертых лягушек Но только Мамы Пожалуйста Верьте Хоть во что-то Пожалуйста Верьте Честно Хотя бы Найдите Да если вам Это не подходит Найдите то Что вы верите Сила вашей веры Зацепленная За что-то Она сработает Она сработает Потому что Представьте Что вам обращается Ваш ребенок Вот сейчас К вам обращается Ваш ребенок И говорит Мама Пожалуйста Хоть во что-нибудь Верь Найди Потому что я Твой ребенок С силой Твоего Нахрен Боинга Со всей этой мощью Твоего Так сказать Автоматического Мозга Я не справлюсь Пожалуйста Найди ресурсы Верить Хоть во что-то Хоть втертых Лягушек Бог с ним С этим курсом По детской Психосоматике Хоть в что Верь Обязательно Верь в что-нибудь Вот ребенок Обращается Ваша Профи Мама Хоть во что-то Верь Вот Боюсь Что не получится Вот это Тоже Тема Веры С верой Мы работаем Обязательно На курс Потому что Потеря веры Это такая Достаточно Серьезная Проблема Вот Которая Останавливает Маму На пути Движения И Когда я говорю Мам Верь хоть во что-нибудь Вот Вспомните Вспомните Вы берете Открываете интернет Вот сейчас Эфир закончится Вы можете Открыть интернет Перед вами Поисковик Поисковая строка И эта Поисковая строка Уже давно Является Символом Бесконечности Выбора Во вселенной Вы можете Найти Любое Любое Подтверждение Любой Нахрен В вашей Гипотезе Убеждению Если оно Разрушительное Вы найдете Вы введете И найдете Вы будете Находить Эту информацию Но если Вы Перенастроите Внутри Вы Начнете Находить Информацию Которая Будет Подтверждать Другую Гипотезу Другое Внушение Другое Убеждение Вы увидите Как ее Много Вы увидите Сколько ее Здесь Оказывается С разных Сторон Просто надо Выбрать То Во что Я верю И этот Выбор Может быть Я с этого Начал эфир Кто не смотрел Я с этого Начал эфир Я выбрал Во что Верить Бумажный Кораблик Символ Надежды Какого-то Интереса Что там Предвкушение Радости Надежды Интерес Который Когда мы пускаем Он куда-то поплывет Весна Он принесет Он совершит Путешествие Мы выбираем Во что верить Как упаковать Ну давайте уже Со своими верами Внушениями Убеждениями И опытом Я их Там столько упражнений И в клочья Их разорвать Если они мешают Вот как та мама Которая закусила Уделая сказала Нет Ну ей такие вещи Говорили раз за разом Самые крутые Врачи Там Вот Поэтому Давайте Сердце Как флаг И вперед Друзья Давайте Успевайте Завтра мы завершаем Набор На этот поток Вы успеете Будьте здоровы И ваши дети Я все